сейчас если получится подсниму как эти малые вымывают друг друга нужно начали играться не только проснулись недавно вот так вот одна вылезла ко мне сначала потом князь вылез начали друг друга вымывать вылизывать уже все же начались игры такие прям милые были такая же нежнятина была позже все же начались кусью не да кусью не начались она и мои ушки вылезала и лапки вылезала да и князь к помыл тоже мурочку что-то жлится что-то уже не так стоит грязно немножко до 5 же пылесосить наполнитель наполнитель так носится ну ничего зато как бы не запах не дает не этого опять уже надо пылесосить ковер я не знаю каждый день надо пылесосить но если успею подловить еще подловлю как они прям вылизывают друг друга так интересно так засекла их опять она спала князь спал на подоконнике там слез пришел сюда к ней сам на кресло зато вот редко пока что но раньше вот буквально пару дней не 34 назад вообще он ее не мыл и не любил когда она его моет сейчас вроде бы чем более-менее так ну что я была я в поликлинике все хорошо сегодня кстати воскресенье число 20 и воскресенье что говорю понедельник 26 число вот я уже ранее говорила что я начала ходить психотерапевту не стесняюсь об этом рассказать очень все круто действительно это многим сейчас надо я думаю так сейчас я ищу где папа остановился еще вниз кексик который я покупала на празднике в скоках есть свой съем что есть хочу и мы поедем подберем ярослава и поедем куда магазин так все такие дела побеседовали с арчон так хорошо кстати такую по моей проблеме мысли хорошую в голову вложила прям гениально это мы как и смотрят не додумалась но на тонной врач чтобы помочь поэтому ребята если у вас у кого-то какие-то тревожные мысли что-то вам кажется не ладится часто грустите сходите к психотерапевту в поликлиниках это бесплатно вот ничего в этом зазорного и стыдного нету сейчас как бы действительно такое время что не знаю мне кажется каждый должен к психотерапевту психологу кому-то такому сходить хотя бы один раз это действительно просто мозги на место ставят в наших реалиях да связи со всеми событиями которые проходят мне кажется такая помощь своего рода необходимо просто каждому я вот действительно рекомендую не стесняюсь об этом говорить буду говорить об этом типа блин где он так ладно мне надо телефон позвонить не могу найти машину его так все позвоню сейчас поищу его и потом еще подключусь ну нету его здесь наверное там тогда все позвонить сейчас ярославом и папа заметил в окне собаку-то типа лайки наверное что-то жарко ей короче бедняга я представляю ой боже ты мой страж язык вытянула сыр какие жарко в такой шубе жара блин такая заехали за машину но я вон в платье сижу и мне жарко я представляю как этой собачки в машине в такую температуру открытая с вами все равно с трешным воздухом дышит все равно до кондиционер ладно все едем сейчас я река подберем по дороге там дальше магазин поедем подсниму может что-нибудь мы пришли в магазин хит нам нужны яички сейчас выберем что-нибудь наверное такие возьмем посмотрим чтоб целые плохо были нормальные я всегда сейчас вот так вот аккуратненько вскрываю и проверяю тушитель раздела были побитых пару штук так и батон нам надо вкусняшки купим уже фикс прайсе чукупай я бы поела нажить и кто так и быстро будешь такое почему он очень вкусный не хочу а что ты хочешь потом нам надо взять обычный с человека который зажигает огонь до рез она бери со шпината да по моему я успела прочитать с вишневой начинкой рубль девятнадцать так ладно идем дальше пошли вперед сметана ярослав забыли сметанку надо взять вернуться что здесь вкусняшки так пошли за сметанкой мороженое хочешь а здесь нету с медведем поищи белый полюс есть я хочу возьми мне пожалуйста я сметаны перенесу а пицца по кусочкам да а в какую цену или то на вес надо да а пример я поняла хорошо спасибо большое три с половиной четыре сметанка где-то ярослав был уже пропал только что и вы видела был рядом с мороженым хочешь пиццу там кусками продают нет я мороженое ну все пошли на карту пошли на самообслуживание мы еще сюда светофор фикс прайс 3 цены быстренько заскочим нам особо ничего не надо но тетрадки ярослава надо мусорные пакеты нам надо то то что первая необходимость идем включила светофор он подешевле вот и там дальше посмотрим по обстоятельствам но долго не будем гулять очень жарко с побыстрым очень мы не взяли попить водички ну то что купили надо взять купить и держи сыночек так особо тоже по ценам не буду просто покажу так что есть у нас тут да и все полотенечки по 6 у нас есть полотенца это кухонная это кухонная это мы в районе завода это мы в районе завода коробки коврики маленькие для йоги набор вилок ложек столовые приборы 14 рублей их не было таких кружки о новые коробочки появились 7 рублей какие-то дорогие по 7 рублей какие-то дорогие коробочки да идем дальше осторожно так мусорные пакеты где-то здесь должны быть нет стойте что мы сюда а экстраде я думала тут должен быть нам надо на ту сторону что такое я не внимательно сегодня орешки хочешь такие арахисы а семечки арбузные тыквы поворот сын и орех ярослав стой а что здесь ничего нету а где всякое нету здесь ни тетради ничего ладно пошли фикс прайс тогда идем рассчитаемся хотя бы я не пойду там очень холодно нет ярославка папа ждет нас уже немножко расскажу особо рассказывать нечего и показывать нечего потому что ничего мы толком получается не купили значит в том магазине где мы были на заднем фоне стригут траву поэтому шумно в том магазине где мы были на ярика померили двое брючек двое маленькие цена была 47 рублей вот в том магазине я купила только себе нижнее белье там недорогое было такое вот и хлопок просто и купила плед плед большой метр восемьдесят на два но он получается тоненький совсем и цена его была 17 рублей там был еще за 15 рублей но слишком пестрый и такой более вот черно-бело-серый за 17 рублей приду домой покажу плед классный в том плане что у нас когда отключают отопление очень холодно дома и мы просто путаемся во все во что можно и его плюс в том что он большой теплый и легкий даже с собой где-то взять на природу либо еще куда-то будет здорово вот то зашли в продовольственный магазин купили сметаны мороженое яйца вот и зашли в фикс прайс 3 цены ничего там особого не было я уже не смотрела у нас уже все есть как бы в принципе купили ярику только тетради в клетку и в линейку школу по 10 штук за 19 копеек там они получались так вот больше мы тут тоже ничего не покупали а и пакеты для мусора поэтому кроме пледа особо показать нечего потому что все остальное ну это элементарно плед да я покажу приехали домой ярослав остался дома я иду в микс хочу купить что-нибудь такое полуготовая поесть потому что жарко ярик с утра покушал нормально я нет вот поэтому куплю что-нибудь перекушу в первую очередь для себя вот ну а на вечер уже что-нибудь приготовлю по дому если честно так лень ярослав был в деревне я сама себя как покормлю так покормлю нету нет как-то вот так вот было а сейчас ну надо обязательно уже вот ну ничего войду в свою колею на улице жарко наверное градусов 30 может даже 31 вот но я не могу пока что сидеть дома я река оставила сама иду немножко прогуляться урочки опять мышку уберу этот тапочек на 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 играть очень нравится ей играть это уже пятая наверное остальные уже где-то она потеряла вот это то что я ходила в микс купила ей вот как я пришла уже наверное прошло полчаса до сих пор играла сейчас только вспомнила что я обещала плед показать вот такой плед да он тоненький совсем как бы тоненький но он не рассчитан у нас для того чтобы на него как бы садиться да то есть он рассчитан для того чтобы когда холодно в него вкрутиться он мягкий он прям плюшевый так цвет выдает с какой-то красным оттенком нас потому что шторы закрыты вообще здесь такой чисто серый чисто серый черный белый и темно-серый без красноты то есть такой вот нормальные серые цвета метр восемьдесят на два тоненький но вот еще раз повторюсь что он рассчитан на то если что вот в него вкрутиться когда холодно с собой где-то взять то есть вот именно когда вот так вот прохладно да там накрыться полежать то есть не для того чтобы сидеть на нем ну что если сидеть понятно что он быстро протрется и так далее. Вот, когда-то вот этот плед, он тоже тонюсенький, совсем вот тоненький. Я тоже давным-давно покупала. Я еще тогда, тогда еще Ярослава в планах не было. Тогда еще с его папой не была даже знакома. То есть, сколько лет этому пледу? Ярику моему 13 уже. Этому пледу я не знаю, лет 15 больше даже, наверное. Вот. Поэтому я думаю, что тоже он был дешевый какой-то. Поэтому я думаю, этот тоже будет хороший. Прям такой приятный, мягкий-мягкий. Прям вот плюшиваешь, прям гладить вот так вот приятно, так эта ворсинка. Вот. 17 рублей такой получился. Были другие, по 15, но такие более детские расцветки. И, ну, как бы, я думаю, если его вот так вот положить, этот будет более нейтральный, подойдет нам больше. Вот. Все. Ну что ж, наступил этот день прививок. 27 августа, вторник. Мы уже практически собрались. Князь уже в переносе своей. Мурка пока не в переноске. Почему? Потому что я там у нас получается тканевая переноска. И для того, чтобы она держала форму, я туда засунула картон. Вот как бы в таком вот состоянии, чтобы был. Он был короткий, поэтому я поставила с одной стороны вот так чуть больше наполовину и с другой стороны. Но они тут уже бегали, она скакала по нем, все помяла. Поэтому я поправила, пока что убрала, потому что она помнется совсем. Вот. Буквально через минут 5-7 мой папа заедет за нами. Все, мы обуемся. Уже оделись практически. Мусор с тобой еще возьмем. Князь не копает эту пеленку. Подстелила я им пеленки еще, которые в фикс прайсе, по-моему, или где. В три цены брала, в три цены. Дай поправлю. Ну что ты накопал? Ну что ты кусаешься? Твоя пеленка. Шкребет, короче, уже пеленку ту. Вот. Малой тоже подстелила. А так, на всякий случай вроде бы. Мусор возьмем, тоже заберем с собой. И все, пойдем. Ярослав будет нести малую, потому что она легкая. Ну, я большого, потому что он тяжелый. И неудобная переноска. Переноска классная, для кота удобная. Теперь они вдвоем, там уже. Для кота удобная, но носить в руках неудобно эту переноску. Она очень большая. Дети, успокойтесь. Мы сейчас поедем. Чудики. Чудики маленькие. Ладно, все, будем собираться. Сделали мы нашим малышам прививки. Да, сейчас на нее упала эта картонная штука. Все, сейчас поедем уже домой. Все молодцы, не плакали особо. Мурка уже просто хочет вылезти, ей надоело. Сейчас сделаем ей еще паспорт. И все, поедем домой. Князь тоже сидит спокойненький. Ярик. Вот тут вот все это дело делается. Мы дома, каждый занимается своими делами. Малыши спали, потом сюда пришли, легли спать. Многое целый день спят, покушали. Чувствуют себя вроде бы неплохо, все хорошо. Мурочка лапочку помыла, князь одну, вторую. Бузя ты мой, Бузя. Осторожно, Ярослав, сейчас упадет. Князь большой. Я тоже тут немного поспала с Муркой вместе, если честно, на кровати. Вот. Сейчас буду работать. 28 августа, среда. Мы встали, позавтракали. В 6 утра был уже подъем у меня, в 8 у Ярика. Сделали себе чай и садимся уже за работу. Малышня уже нам помогает. Мурка ко мне пришла. Князь к Ярику пришел помогать. Что-то там делать. Значки в стиме. Где-то. Вот так что. Вот так начинается наш день. После прививок нормально себя чувствовали. Мурка даже довольно активная была. Вот. Князь-то немножко вялый. Покушались. Хорошо покушали. Вот. Так что все отлично. И Мурке, получается, надо будет через 3 недели повторить от инфекции и сделают от бешенства. Сейчас ей только первый раз, так как она только от инфекции сделали. Ну, князю тоже так делали, получается. Когда мы первый раз делали прививку. А князю сразу сделали. И от инфекции, и от бешенства. Бузечки, ты моя, такая красота. Мурочка. Мурочка, деточка. Да. Отзывается на свою кличку. Вес ее уже килограмм 510. Вот. А 4 числа, когда мы ходили на осмотр, она была килограмм 100. Князя не взвешивали. Я думаю, его взвешивала. 4 500 таки осталось. По возрасту сказали ей примерно 3-4 месяца. Склонились ближе к 4 месяцам. И записали ее дату рождения как 0,4, 0,4, 24. А у князя у нас получается 0,5, 0,4, 23. Так что они почти в один день родились. Разница типа с года. Ну, примерно так и есть. И сказали, что сказали. Смотреть зубки. Когда начнут уже зубки меняться, надо будет ее кастрировать. По поводу кошек. Кастрировать и стерилизовать. Да, есть разница. Я вчера специально ветеринара спросила. Значит, стерилизовать это когда у нее просто у кошки перевязываются трубы. А кастрировать это когда вырезается там полностью вот это вот все. Матка, я так поняла, вот это все. Вот. То есть, когда она стерилизуется и просто перевязываются трубы, но у нее также желание остается. То есть, она все равно хочет, скажем так. Но не беременеет. А когда уже, получается, ее кастрируют, то есть, она уже даже не хочет ничего. То есть, она не орет, ничего вот этого нет. Гормоны не выделяются никакие. Вот. То есть, как у котов, получается. То есть, наш князь уже ничего не хочет. Вот. И она не будет хотеть. Так что, вот так. А если стерилизуют, то получается, что она все равно как бы хочет и все равно будет орать, но мяукать, искать партнера. Поэтому, как бы, вот так. Вот, все-таки разница есть, потому что была беседа в комментариях на эту тему, я помню, что что-то такое было, вот, и специально уточнила, так что мы будем ее кастрировать тоже, вот, ребята начали играть, еще уточнила по поводу игр, то, что вот они играют, как бы, а потом она так вот, мя-мя-мя, начинает ругаться, нет, это нормально, это у них игра, потому что врач сказала, говорит, они обычно, когда драка, говорит, оно не начинается, ну, как бы, с беготни, то есть они просто становятся сразу в стойке, шипят, рычат, и потом нападают друг на друга, а если, говорят, начинается все с беготни, вот, с таких вот кувырков, ну, как бы, как-то объяснить, ну, засниму как-нибудь, я, по-моему, уже снимала, то, говорит, все в порядке, просто, говорит, где-то, может быть, ей что-то надоедает, и она уже так выражает свое недовольство, вот, короче, длинная такая девочка, длинная такая девочка, такая длинная, ай, мягенькая такая шерсть у нее уже стала, до этого была такая грубая, князешка, ты пристала к твоему хвостику, да, маленький, недовольный такой, боже мой, скажи, все меня трогают, он такой мягкий, прямо-то и хочется зажмякать, вот, все, начинаем наш день, Мурка, осторожно, смотри, там, начинаем наш день, сегодня по планам дома, скорее всего, будем, среда, четверг, пятница, еще не знаю, надо как-то папу уговорить на неделе, моего папу, куда, кое-куда съездить, поперхнулась, что, ушла-то, надоедать, тебе пристает, да, к твоему хвостику, конечно, такой хвост красивый, покажи всем свой хвост, вот, скажи, какой у меня хвост пушистый, все, ладно, короче, буду снимать, а, кстати, у меня в этом, два изделия в процессе на мой рукодельный канал, там футболка, быстрее буду это вязать, и чехол для телефона на этом будет, на веревочке, мне как раз надо такой, вот, так что на рукодельном канале все это будет, короче, весело нам живется, все, начинаем работу, начинаем свой день. В Евроопт еще. Ой, все-таки интересно, как обычно, я бы глазела, у меня все подгоняют, и подгоняют. Хорошо, когда вот так вот на машине возят, куда надо, но плохо, потому что ты зависишь, особенно если человеку, который тебя привез на машине, надо домой. Я пришла что-нибудь вкусненькое поглядеть, может, Ярику взять такой йогурт, а будет он его есть, в последнее время не особо он хотел. Слушай, меня болит большой магазин. Мы более-менее все взяли, папа себе взял. Вот сахар, нет? Может, и мне сразу взять, слушай? Какая разница? Ну, вкусненькое, задорковский вот так. Мне кажется, без разницы, нет? Я, наверное, себе возьму килограмм. Возьми мне один, пожалуйста. Три. Четыре задорковский, пожалуйста? Да, давай. Так, это мое. Будет сюда, чтобы мы не перепутали уже. Ой, мне молочко еще надо 0%. Подожди, я забыла совсем. Ну, пойдем заедем туда по дороге еще. Так, что на российском? Я пока в зооотдел схожу, он здесь где-то. Найдешь меня? Или ладно, с папой побуду. Или побуду с тобой, или пойти мне пока в зооотдел сюда. Ну, я почти тоже. А вот, кстати, швабры, смотри. По 10 рублей, швабры с насадкой, видишь? Ну, не надо пока, я тут делаю. Починил? Ну. Подожди, где-то ж зооотдел был, помнишь здесь? Почти не видел, вот здесь. А, вот, наверное. Да. В начале. Вот он, да. Сейчас посмотрю, какие вкусняшки тут вообще есть. Да, бунстики. А, вот только эти опять.